На стрелке не может крыть микроскопом, смотри. Да, пожалуйста, смотрите. Витя, привет! Привет, привет, дорогой! Привет всем зрителям канала Клок! Можешь со своими тоже здороваться, я думаю, что это... Здорово, парни! Да, пересечение монитория большое. Витя, ну, обычно мы тебя все привыкли узнать как часового блогера. Это время в прошлом. Нет, оно осталось, подожди. Я все еще снимаю видео про часы. Да, проходите, пожалуйста. Уже хочется поговорить с тобой, как с профессиональным часовщиком ты выпустил свои первые часы. Первые часы большие, самостоятельные. Слушай, ну давай будем вот откровенны. Это лучшие, одни из лучших часов. Это лучшие часы, лучшие российские часы на сегодняшний момент. Это беззаговорочно, понятно. Нет, ну подожди, я не часовщик. Нет, ну я... Подождите, что я не часовщик? Это коллаборация, это совместный проект, это моя идея, это мое видение. Но, конечно, я сам руками ничего не делал, кроме там дизайна. Даже из тех, что у тебя на руках. Нет. Есть специально обученные люди. Ну ерунда. Хорошо, ладно. Но почему ученик? Что у нас такой... Слушай, а на самом деле вот я... Это хороший вопрос, да. Я сам, я даже когда-то делал в своем телеграм-канале опрос, типа, ручка или автоподзавод? Да, там большинство все-таки за автоподзавод, но не так, чтобы с огромным разрывом. У меня много часов в коллекции, вот откровенно, да, ну не так, чтобы много, там 15 штук, много это или мало. Но я не ношу часы постоянно, и мне все равно каждый раз, когда я надеваю часы, мне приходится их заводить. И автоподзавод там или нет его, там 80 часов запас хода или 32, мне не важно. Я выбираю, что я хочу надеть сегодня, выставляю время и завожу. И это кайф, когда ты подзаводишь часы. А еще плюс, это дает возможность сделать часы немножечко все-таки тоньше по корпусу. Ну, то есть получается, ручка, сознательная история. Да, абсолютно сознательная. Увел выбор между... Да, да, естественно, это абсолютно сознательно. Мы, то есть, смотрели этот вариант. Если бы был 24-27 славовский, было бы там на полтора-два миллиметра толще. Я хотел сделать более элегантную модель. Ну, а что получилось? Вот только сюда вот видим тизеры. Да вот, получилось вот-вот-вот на руках. В тузовах, размеры, что... 39 миллиметров диаметр, 45 копеечкой от ушка до ушка, 20 миллиметров ремешок, 13 миллиметров толщина. Ты все-таки читаешь, да, комменты в блогу, да, сейчас люди... Конечно. Следишь за трендами, что называется. Люди хотели маленькие часы, люди получат... Люди хотели маленькие часы. Ну, слушай, они визуально выглядят больше. Вот ты смотришь на них на витрине, да, за счет формы, за счет дизайна корпуса, за счет дизайна циферблата. Они выглядят больше, чем есть на самом деле. Я тебе даже больше скажу, то есть они еще немножечко добавляют им объем, мы видим, на самом стекло. Да, в том числе. То есть, обновить цвета, все ждали, что все-таки получится что-то прям ультрасовременное, нейросетевое. Сетевое анонсировало оленя, и олень у нас играет роль жителя северных лесов, и эти цвета, ну, это было важно для меня, это было важно для меня. Тавтология такая получается, да, но что, простите. Эти цвета отражают цвета природы России, цвета нашей страны, нашей Родины. У нас огромная страна, у нас множество различных регионов, и в каждом регионе есть свой родной цвет. Будет, не знаю, там черные пляжи Камчатки, да, с вулканическим песком, будь это алтайские ранние весенние цветы, либо крымские можжевельники. У нас огромная страна, мы можем ей гордиться, мы можем вдохновляться этими часами, и я не скрываю, да, я говорил об этом, что эта идея отчасти была навеяна компанией, брендом Grand Seiko, которые, там, вдохновляются падением листочка первого цветения сакуры в 18-й день весеннего календаря. И если японцы могут, почему мы не можем? И эта коллекция, она гипотетически может продолжаться в различных вариациях, вдохновляясь различными нашими природными явлениями. Страна большая, можем все. Сейчас поймал такую особенность, что все, с кем говорю, они почему-то отвечают на вопросы, которые я еще не задал. Потому что, действительно, хотел спросить, ты перечисляешь огромное количество мест, действительно, страна 100% уникальная, удивительная, все мы, там, все мы патриоты, что называется. Коллекция эта будет продолжаться? Слушай, я, в моем понимании, то есть, то, что я хотел, я показал, я сделал. У меня нет цели в данный момент, там, как-то сидеть на хвосте у славы, да, или, там, с ними вместе, там, зарабатывать на каждой модели. Я дарю эту идею славе. А, я сейчас думал, ты сейчас скажешь, я дарю тебе, Толик, часы. Толик, я тебе даю поснимать. Давай перезапишем вот этот фрагмент. Нет, нет. Да, и можем записать, что ты даришь мне часы, но реальности не дарить, все будут думать, что ты просто добрый. Вот, если хочешь. Нет, пусть знают правду. Окей. Ты не просто добрый, но еще и честный. Хочешь, я тебе сделаю очень хорошую скидку. Когда выйдет твой обзор на эти часы, расскажи. На сегодняшний момент, завтра утром. Я не знаю, когда выйдет это видео, но, скорее всего, мой видос уже стоит в отложенной публикации. Наверное, вы его уже посмотрели. Витяка, ну давай для следующего вопроса я войду даже в кадр. Давай, давай. Потому что я один из тех, кто... Я один из хейтеров Славы и задам тогда вопрос в лицо. Давай. Ну, действительно, Славу частенько поругивают. Хейтят очень крепко. В том числе у меня на канале, там я что-то про Славу выпускаю и там начинается. Китайщина! Сколько можно? Ну, заступись. У меня есть ответ на этот вопрос. Заступись. Слушайте, но Слава это один из брендов нашего наследия советского. Слава в целом это первое часовое производство именно государства СССР. С 1924 года Слава ведет свое начало. Именно в этом году был издан указ о создании в советском, молодом советском государстве своего часового производства. Конечно, сегодня, да, это уже далеко не то, что было там в советское время. Естественно, да, все поменялось. Ну, мы, наверное, заводы по-прежнему что-нибудь выносят, конечно, не знаем. Так завода нет, по сути, по факту, да. Да и никаких заводов практически не осталось в том виде, в котором они были. Потому что земля в центре Москвы значительно дороже, чем часовое производство этого государства. Это все очень просто. Да, сегодня Слава делится, скажем так, на два направления. Есть коллекционные часы Слава, там, телевизор, Садко, Эра, Мира, Афалина, вот, новая коллекция, да, Глория. Есть простые кварцевые часы, что, ну, их покупки часов. Ну, фактически то, что я проговорил, Слав 2. Слав 2, да, согласен, Слав 2. Для меня вот та первая Слава, ну, кварцевая, простая, это сомнительно, но окей, да, как говорится. Ну, ты пришел бы менять ту Славу, сделал бы лучше для нас. Слушай, ее покупают, они, и люди это хотят. Ну, мы можем, наверное, озвучить, что цена двоих часов сейчас... 88 тысяч рублей. Сейчас все, тряски полетели, дизлайки полетели, выключили это видео. Ну, у меня... Нет, слушай, это дорогие часы. Я никогда не произносил такую сумму. Это относительно дорогие часы, я понимаю. Что было сделать дешевле? Да, можно было. Но тогда никто бы не заработал. Кто-то будет делать то, на чем он не заработает? Нет. Вот все, и ответ. Да, заработал ли я на этом? Да, но немного. Ну, могу себе позволить взять трое часов. И не подарить ни одних, как мы уже работаем. И не подарить ни одних. Но у меня будет в коллекции трое. Безусловно. Нет, мы тебя безусловно поздравляем. Но мысль-то в том, что да, мы здесь не просто, чтобы прозаработать. Мы же, да, канал... Ну, объективно, каналы Ютуба, они зачастую убыточные. Абсолютно. Ну, я понимаю. И все равно ты там методично продолжаешь делать обзоры. Ну, и хорошие обзоры. Я один из твоих самых преданных зрителей, как ты знаешь. Ну, так мысль в том, что нужно было брать и делать то, что мы хейтим, лучше. Слушай, ну... А ты сделала хорошее, получается. Хейт есть везде. Есть хейт, как у слабы, вот этой простой кварцевой, да, там, за 3-5 тысяч рублей, за 8, не знаю, ну, плюс-минус, да, этот диапазон. Есть хейт у ракеты, которая делает там часы за 100, там, 40, 150 тысяч рублей. Тоже все говорят, вы что, охренели нафиг, да, какие 150 тысяч рублей? Там, вы видели, сколько колбаса стоит в супермаркете. Есть хейт Чайкина Константин Юрьевича, нашего уможенного. Вот хейт есть всегда, хейт есть у всего, это нормально. И, конечно, люди возмущаются всегда тем, что им не нравится. У нашего народа есть вот эта вот открытость, да, говорить в глаза, в лицо. Ну, это не совсем открытость, это по-другому называется. Окей, да, но люди, вот те, кто смотрят твой канал, мой канал, те, кто смотрят вообще, в принципе, часовой блогинг в России, они очень открыто могут тебе написать. Типа, это г***ь. Ну, это... Имеет только свою аргументацию. На самом деле, нет, часы здесь не уникальны. Вот, вот, вот. То есть человеку не нравится либо дизайн, либо цвет, либо размер, либо механизм, либо цена, что, в первую очередь, наверное, искренне. Слушай, ну, кстати говоря, про нравится, не нравится, ну, вы резко канули в такую, ну, высшую лигу, да, это лимитка из 300 штук, насколько я понимаю. Да, 100 штук каждого цвета. И, ну, уйдут прогнозы? Ну, я думаю, что да. Сколько сейчас уже? Ну, на данный момент 5 штук продано. Ну, это сколько, сколько, прошло 15 минут с презентацией. Я не знаю, что там на сайте происходит, но вот вживую сейчас 5 человек купило часы. Ну, довольно круто. Ну, то есть это, получается, у проекта может быть будущее. Я не то чтобы, знаешь, это не коммерческий для меня проект, в первую очередь. Да нет, слушай, я не знаю, что тебе сейчас зарабатывает. Для меня это самореализация такая-то. В карман, кстати, сколько ты зарабатываешь. Вообще немного. Я абсолютно не к тому кладен, но, то есть ты же все равно в любом случае делал эти часы, чтобы их покупали. Ну, как минимум. Я делал эти часы, в первую очередь, чтобы проявить себя и оставить свой след какой-то в отечественной часовой истории. Я открою тайну зрителям твоего канала, пускай, да, это не единственный мой проект. Будет еще один проект с другим производителем. Да, это будет другая цена совершенно. Больше-меньше? Больше. Но это независимые мастера, это уже другая лига, скажем так. Ну, то есть это зебра Чайкина, которая в уникальном уровне. Нет, не миллионы, но как бы, да, независимые мастера. Чайкин икс Виктор Манкош про часы, да, суперджокер. Нет, не настолько, не настолько. Нет, будет еще один проект. Вообще, в целом, я просто, как я тебе уже говорил, да, как я всем говорю, я не часовщик. Я не могу сидеть делать, я могу подсказать, как сделать дизайн, ну, свое видение привнести. Витя, ну, слушай, для следующих вопросов я, наверное, уже не нужен. Наверное, про Славу. Давай. Мы все спросили, я снова тебя покину, на секундочку, но мы пока не покинем. Давай, давай, я буду говорить сюда, да. Ну, ты говоришь, да, очень много, мы говорили про то, что, да, и была идея подсказать, ну, действительно, улучшить, ведь дырка в корпусе, твоя идея. Дырка на задней крышке, отверстие, да. Отверстие, прозрачная крышка, через которую виден баланс, да, действительно, это моя идея, и мне хотелось показать движение механизма и сопоставить его с движением нашей планеты. То есть, у нас часы про природу, про планету, про соединение движения планеты и движение часов. Ну, и всякая же не ваша идея, это еще, по-моему, веки в 15-16. Да, ну, естественно, да, но планета движется, крутится, вращается, механизм часов крутится, вращается. Если вы посмотрите, то через это отверстие на этом стекле есть узор, контур нашего материка, нашего континента, то есть, взгляд на Россию, что важно было в данном случае, и внутри там видно движение баланса, то есть, как будто бы планета вращается, планета вертится. Витя, ну, если честно, вот положа руку на сердце. Тебе не понравилось? Самому как? Мне понравилось. Слушай, мне понравилось, правда, и знаешь, самое прикольное было, что я, когда я это в голове у себя сложилось, я же, ну, опять-таки, я не дизайнер тоже, да, я как-то увидел картинку в голове, пытался с какими-то, с помощью каких-то редакторов это там показать другим людям, чтобы вот смотри, вот это я хочу сделать. Естественно, там какие-то раз изменения, два изменения, три изменения. У нас пришли первые циферблаты, и я посмотрел, думаю, это не то, это вообще не то, это не мои часы. Но потом получилось так, как получилось, пришли те уже с моими правками, пришло то, что нужно. И сейчас, да, мне эти часы нравятся, я их полюбил, я буду их носить. Ну, у меня, к сожалению, не будет, как мы выяснили, такой возможности. Да ладно, ты можешь себе позволить, на ютубер я знаю, сколько зарабатывают. Но на самом деле это выглядит как дорогая слава, то есть, условно говоря, как та нормальная, хорошая слава. Да, даже там строчка на ремешке, там гармонично совпадает с зеленым. Ну, что-то пытались, да. Да, там с цветом, ну, то есть, я к таким мелочам просто всегда присматриваюсь, и какие-то мелочи здесь действительно подкупают. Надо, может быть, стоит пожить с этими часами. Сколько по времени-то делали? Я пришел с этой идеей в октябре 22-го года. Соответственно, ну, год с небольшим. Ну, с приличным небольшим, конечно, 22-го. Вот, сейчас у нас 24-й. Да, 22-й. В конце, в сентябре 23-го к нам пришел первый образец. В сентябре 23-го пришел первый образец. Мне не понравились циферблаты. Они сделали вообще не те цвета, не те оттенки, которые я хотел. Мы это отправили в переделку. Вот перед Новым годом нам пришли нормальные образцы уже циферблатов. Начали как-то все это собирать. Ну, получается, сама сборка, наверное, действительно была не очень долгой. Сама сборка не очень долгой. Дольше всего, конечно, это все спроектировать, подвязать. Но вообще ссорились, ругались. Слушай, на самом деле нет, я благодарен компании Слава, Павлу Петровичу Гранкину. Мне доверили этот проект, скажем так. Говорят, это твое бизнес, это твоя идея. Да, делай, а мы для тебя это сделаем. Ну, условно говоря, так происходило. То есть, моя идея, я решаю, да, мы делаем вот так или нет, мы делаем не так. Естественно, финансовая составляющая согласовывалась. То есть, я не мог сказать, мы делаем тут сейчас золотые корпуса, бриллиантовые росты. Это золото, стальной? Сталь, сталь, да, конечно. Ну, большая заслуга здесь, что я так на задней крышке видел, что это все-таки сапфировое стекло. Это, конечно, сапфировое стекло. Это, ну, современные материалы, все абсолютно банально. И просто натуральная кожа. Зеленочек. Ты очень много сказал на презентации об этих часах. Уверен, что ты расскажешь в том ролике, который... Конечно. ...раньше о том, как ты это делал, это тоже мучит тебя. Такими вопросами не хочется. Мы тебя все от лица канала, конечно, поздравляем. Спасибо. В России это, насколько я могу, усудить первый такой проект, так или иначе. И он, ну, по-настоящему исторический. Ведь полка в музее уже определена. Где можно будет посмотреть людям, у которых, вот как у меня, нет денег на эти часы? Слушайте, ну, конечно, там интернет-магазин, это понятно, будет в физическом магазине компании «Слава на Белорусской». И да, мы выставим, там, выделим три экземпляра, поставим в музей времени часов, где, собственно, и состоялась это, ну, на мой взгляд, наверное, историческая презентация. Ну, естественно, вот штука удачная, для меня она, в первую очередь, удачная действительно как проект, потому что я очень долго, я даже сам хотел делать на Ютубе подборку, и я теперь ее сделаю. Но мне вот не хватало этих часов, потому что Гирпатрол, были там ходинки со свачом, ну, то есть, многие... Нет, это, конечно, в истории в целом есть. И это правильно, потому что, в принципе, ну, наверное, ты, как человек, который читает комментарии, там, в отличие, да, там, ну, условно, там, той же «Слава», которая читает комментарии, ну, так или иначе, понимаешь, наверное, чего мы хотим. В целом, да. И в целом, ну, я тоже, я сюда... Не, знаешь... На стрелке можно микроскопом смотреть? Да, пожалуйста, смотрите. Я понимаю, что если делать только то, что просит аудитория, это не факт, что будет классным. Если бы все, как там еще Генри Форд говорил, да, что если я буду слушать запросы аудитории, мы будем ездить на телегах. Нет, не только Генри Форд говорил. Ну, вот это в целом, да. Да, похожая мысль, и Константин Юрьевич Эттин, кстати, не вел в том числе, конечно, и это нормально, это правильно. Каждый из тех, кто что-то создает, что-то развивает, он дает свою идею, свой навык, возьмет эта аудитория, не возьмет это уже второстепенно. Но в целом, благодаря вот скоплению новых каких-то идей, мы развиваемся. Мне не стыдно абсолютно ни капли, как бы, пожалуйста, говорите мне в лицо. Я вот свою задачу на сегодняшний день, скажем так, завершу. Я это сделал, я это показал, я это презентовал. Я это ношу сам. Я надеюсь, что это будет пользоваться спросом у людей, заинтересованных в часах. Мне кажется, проект получился классным, проект получился интересным. Ну, как минимум, ярким, да, и как бы, можно сравнивать с очень многими часами, конечно, и как я обожаю комментарии, да я бы за эти деньги лучше бы взял у каждого своя цель. Я бы лучше взял еще что-то третье, например, может быть. Но в эти часы я вложил свою энергию, я вложил свое видение, я вложил свою историю. И я горжусь, что этот проект появился. Как художнику я тебе не знаю, что пожелать. Сейчас проект выглядит действительно завершенным и интересным. Ну, наверное, тогда, как вот опять же, часовщику пожелаете только удачных продаж. Спасибо, дорогая. Дай бог, через месяц... Чтобы не последний раз... Еще какую-то там очередную лимитку. Будет. Делаем. Готовим. Спасибо.